Добрый день. Прошло уже 23 года с момента завершения согласительной Чикагской конференции по сепсису, которая ввела термин «синдром системного воспалительного ответа». Некоторые специалисты полагали, что благодаря этому наконец будет положен конец терминологическому хаосу, существовавшему в определении сепсиса. Другие специалисты полагали, что произойдет настоящий прорыв в понимании патогенеза и патофизиологии сепсиса. Однако этого не произошло, и тому свидетельствует сохранение высокой летальности от сепсиса на протяжении последних 20 лет. Сам факт сохранения высокой летальности, несмотря на применение современных медицинских технологий, свидетельствует о существовании своего рода гносиологического тупика. А большое количество тяжелых форм сепсиса и отсутствие эффективности эффективного лечения сепсиса заставляют нас усомниться в эффективности современного приоритетного направления в лечении сепсиса, антибиотикотерапии, также заставляют усомниться в способности современной медицины к пересмотру патогенеза сепсиса и разработке новой эффективной стратегии его лечения. Лейтмотив настоящее выступление будет тезис, который гласит, что из тупика есть только один выход – назад. И возвращаясь в терминологический хаос, из которого мы вышли в 1991 году, мы нашли некоторые важные для нас существенные положения, которые высказали патоморфологи, патологоанатомы. И, в частности, Ипполит Васильевич Добидовский считал, что сепсис – это проблема, прежде всего, макробиологическая, что сепсис – это особого вида реакции организма на микроб, ведущая роль, в которой принадлежит не микробу, а макроорганизму. Современные патологи также указывают, что после санации первичного очага, который запускает сепсис, генерализованная системная реакция в организме сохраняется. Ну, примерно, может быть, кто-то по-другому, но я примерно так себя чувствую, когда подхожу к больному с сепсисом, с диагнозом сепсис, осознавая всю фатальность его положения, и осознавая тот факт, что отсчет времени его жизни уже запущен. И этот отсчет, к сожалению, идет уже не на месяцы, недели, а отсчет его жизни идет на дни, часы или минуты. Что происходит с иммунитетом у септического больного? Прежде всего, организм подвергается тяжелейшей инфекционной травме и бактериальной инвазии, на что, прежде всего, организм реагирует активацией врожденного иммунитета с повышением количества ликтоцитарных палочкоядерных семиатый янтрофилов, которые инфильтрируют наши ткани, которые в огромном количестве проникают в ткани, дегранулируют, потому что обратно они в кровь не возвращаются, и повреждают наши функционально активные органы, также повреждают эндотелий, сосудистый эндотель, запуская множество патологических порочных кругов. И что нам нужно? Нам, в сущности, нужно 3-5 дней для того, чтобы произошел процессинг и презентация антигена для приобретенного иммунитета, выработка антител, активизация токсических лифмоцитов и активизация так называемого иммунного фагоцитоза. Но у нас, к сожалению, нет этих 3-5 дней в силу того, что при сепсии происходит деградация иммунной системы в плане лимфоидной ткани и выключение из работы всего звена приобретенного иммунитета. Из современных методов лечения вторичной иммунной недостаточности у нас есть небольшой выбор средств. Это иммунные диеты, это заместительная терапия иммуноглобулинами, это рекомбинантный интерлейкин-гамма или интерлейкин-2. Мы предлагаем к использованию разрешенный в России препарат 0,06% раствора гипохлорита натрия с доказанным прооксидантным действием, который оказывает системный, это важное слово, противовоспалительный эффект. Давайте рассмотрим, немножко вспомним про взаимоотношения синдрома системного воспалительного ответа, сепсиса и инфекции. Собственно, после любой травмы активизируется и возникает синдром системного воспалительного ответа. Также этот синдром возникает и после инфекции. Таким образом, синдром системного воспалительного ответа – это не специфический синдром. И забегая немножко вперед, я скажу, что мы считаем, что это клинико-лабораторное выражение первой стадии стресса или общего адаптационного синдрома, который является системным и не специфичным и отвечает на любую травму, в том числе и инфекционную. Сепсик же является сочетанием инфекции и синдрома системного воспалительного ответа, либо является исходом синдрома системного воспалительного ответа, когда присоединяется инфекция. Опускаясь также в терминологический хаос, мы вспомнили про выдающегося ученого австро-венгерского происхождения, который в 1936 году написал статью на одной страничке под названием «Синдром, возникающий на различные повреждающие агенты». В этой статье Ганс Селье описал три стадии общего адаптационного синдрома. Первая стадия тревоги характеризуется стимуляцией гипертрофии коркового слоя над почником, увеличение в крови числа палочкоядерных лейкоцитов, лимфопении и азинопении. Ганс Селье полагал, что местный стресс вызывает воспаление, системный стресс вызывает общий адаптационный синдром. Таким образом, мы считаем, что синдром системного воспалительного ответа является клиником-лабораторным термином, и для полного понимания патофизиологических процессов, происходящих в организме человека, необходимо его дополнение, а именно, необходимо ввести новый термин – синдром системного воспалительного ответа – стресс-реакция, как наиболее полный термин, наиболее полный выражающий суть происходящих процессов в организме больного с сепсисом. Таким образом, уросепсис может характеризоваться как сочетанием инфекции, и можно сказать, что это синдром системного воспалительного ответа, либо это первая стадия общего адаптационного синдрома плюс инфекции. Инфекция лечится у нас антибиотиками, это неоспоримо, но системная реакция общего адаптационного синдрома, которая идет под видом синдрома системного воспалительного ответа, в настоящее время не получает какого-либо лечения или воздействия, и это воздействие должно иметь системный характер. Новая стратегия в лечении вторичной иммунной недостаточности при сепсисе заключается в следующем. Синдром системного воспалительного ответа стресс-реакции является доминирующей, генерализованной системной реакцией, которая находится под контролем и управлением со стороны центральной нервной системы. Иммунная дисфункция и общая иммунодепрессия и вторичная иммунная недостаточность при сепсисе обусловлены не инвазией бактериальной микрофлоры, а следствием высокого уровня гормонов стресса и глюкокортикоидов. Чем больше возбуждения приходит на нейрон в центральную нервную систему, тем больше ответная реакция. В организме только одна системная реакция может доминировать в данный момент времени. Что касается, мы погружаемся в терминологический так называемый хан до 1892 года, где мы нашли тезис о том, что торможение есть результат конфликта возбуждения и возникновение новой доминанты функционально несовместимой с первой означает экзогенный конец для первой. Мы в результате своих исследований пришли к выводу, что системная активация процессов периксного окисления липидов несовместима с системной реакцией гиперметаболизма, гиперкатаболизма, возникающей при синдроме системного воспалительного ответа стресс-реакции. Таким образом, задача новой стратегии в лечении вторичной иммунной недостаточности заключается в следующем. Нам необходимо активировать процессы периксного окисления липидов до уровня системной реакции и получения ответа со стороны центральной нервной системы. Повторная активация процессов периксного окисления липидов в организме приводит к тому, что репаративно-метаболическая ответная реакция становится доминирующей. Таким образом, необходимо добиться центрального торможения синдрома системного воспалительного ответа стресс-реакции, что придет к нормализации формулы крови, нормализации врожденного иммунитета, устранению иммунной дисфункции и ликвидации вторичной иммунной недостаточности при сепсисе. Новая стратегия в лечении вторичной иммунной недостаточности при уросепсисе не противоречит и не отменяет никаких существующих в настоящее время лечебных мероприятий, а дополняет недостающее звено в лечебной тактике. Практическая реализация стратегии выглядит следующим образом. Готовится препарат с проксидантным действием в электрохимической камере. Создается экстракорпоральный контур, в котором у больного сепсисом возможно использовать кубитальную вену, при бактериально-токсическом шоке используется центральный катетер, в котором производится обработка крови раствором с проксидантным действием в объеме 3 литров в дозе 2 мг на килограмм. Провели клиническое исследование, в котором больных с сепсисом и септическим шоком разделили на две группы. В одной группе доза проксидантной обработки и воздействия была меньше, в другой группе она была больше. Оппоненты могут предположить, что эффекта в первой группе быть в общем-то не должно, а во второй группе эффект будет еще хуже. Что получилось? В первой группе нам удалось ликвидировать явление иммунной дисфункции, нормализовать количество палочек лейкоцитов на третьи сутки после начала процедур. Достоверное увеличение количества лимфоцитов у больных с общей иммунодепрессией и лимфопении мы обнаружили на третьи сутки. Увеличение моноцитарно-макрофагальной активности на седьмые сутки. В первой группе ликвидированный индекс интоксикации, который отражает наличие иммунной дисфункции в организме, оставался повышенным и на седьмые сутки. Синим цветом представлена кривая увеличения абсолютного числа лимфоцитов у больных первой группы. А и Б – это пики моноцитарно-макрофагального фагоцитоза. Динамика палочкой ядерных лейкоцитов. Во второй группе мы добились ликвидации вторичной иммунодепрессии и лимфопении уже через 6 часов после проведения первой процедуры. То есть в этой группе эта группа показала очень высокую эффективность. С точки зрения нормализации врожденного звена иммунитета отличий не было. И снижение количества палочкой ядерных лейкоцитов также происходило на третьи сутки. Моноцитарный пик, как мы полагаем, иммунного фагоцитоза пришелся на третьи сутки и полная нормализация со стороны иммунной дисфункции. Во второй группе с большим системным воздействием прооксиданта мы увидели более крутую кривую увеличение количества лимфоцитов за первые 6 часов. Такая же динамика в отношении врожденного звена иммунитета и пик моноцитарной активности на третьи сутки. При исследовании скорости увеличения количества лимфоцитов за первые 6 часов мы обнаружили достоверное различие в группах. И там, где доза обработки крови прооксидантом была выше, скорость увеличения лимфоцитов в крови была в 4 раза выше. При изучении прогноза в обеих группах во второй группе мы отметили лучший прогноз исхода септического осложнения в 100% случаев как на третьи сутки, так и на седьмые сутки лечения. В первой группе на третьи сутки лечения неблагоприятный прогноз наблюдался у 66% больных. Таким образом, основные положения новой стратегии в лечении уросепсиса и вторичной иммунной недостаточности заключаются в следующем, что новая стратегия базируется на законах функционирования живого организма как саморегулирующейся системой, на законах системной регуляции. 0,06% раствор гипохлорита натрия, препарат с доказанным прооксидантным действием, вызывает системный, со стороны центральной нервной системы, вызывает системный репаративно-анаболический ответ. Системное действие гипохлорита натрия несовместимо с системным действием первой стадии тревоги общей адаптационного синдрома с реакцией гиперкатаболизма-гиперметаболизма. Конфликт несовместимых возбуждений на уровне центральной нервной системы приводит к торможению более слабого первого и генерализации и доминирующим положением более сильного второго возбуждения и ликвидации проявлений стадии тревоги общей адаптационного синдрома. Только одно возбуждение может доминировать в констелляции нервных центров. Только одна функциональная система может быть доминирующей среди множества функциональных систем организма. Все остальные функциональные системы выстраиваются по отношению к ней в иерархическом порядке. Все большее место в лечении уросепс занимают наряду со специалистами других специальностей «Специальность трансфузиологии». Это раздел медицины, который занимается изучением возможностей управления гомеостазом путем воздействия на кровь методами трансфузиологического пособия. Непрямое электрохимическое окисление крови в 0,06% расторном гипохлоридной натрии относится именно к этим методам трансфузиологического пособия. Проблема лечения сепсиса носит междисциплинарный характер. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.